Здравствуйте, это новости на канале РТВ, в студии в Нью-Йорке Лиза Каймин. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире, в этом выпуске. Причина крушения – внешнее воздействие. Человеческие и технические факторы в авиакомпании «Когалым Авиа», самолет которой рухнул в минувшую субботу в Египте, исключили. Президент прервал молчание соболезнования спустя два дня после трагедии на Синай на рабочей встрече выразил Владимир Путин. Новый день, новые теракты. В Израиле сегодня зафиксированы еще пять нападений с применением холодного оружия. В Нитании решен Лиционе и на Западном берегу. Повышенная туманность Альбиона на Великобританию опустился один из самых густых в истории острова Туманов. Россия проведет собственное расследование крушения самолета компании «Когалым Авиа». Причины падения аэробуса 321 на Синайском полуострове в минувшую субботу до сих пор неясны. Большинство транспортных экспертов полагают, что самолет рухнул из-за некоего внешнего воздействия. Активно обсуждается и версия взрыва внутри лайнера, возможно, в багажном отсеке. Именно взрыв на борту мог бы объяснить тот факт, что самолет развалился в воздухе. И хотя следов взрывчатки на обломках лайнера по предварительным и неподтвержденным данным не обнаружено, специалисты, включая американскую разведку, версию теракта не исключают. Ответственность за атаку уже взяли на себя боевики группировки «Исламское государство», однако свои признания ИГИЛ ничем не подтверждает. Напомню, жертвами авиакатастрофы рейса «Шарм-эль-Шейх» в Санкт-Петербург стали 224 человека. Россия скорбит. Все подробности в репортаже Николая Старабахина. Окна этого здания уставлены цветами и игрушками. К представительству Санкт-Петербурга в Москве уже третий день приходят люди разделить свою боль с родными погибших. Официальный траур в России был вчера, но страна скорбит до сих пор. Трагедия, унесшая жизни 224 человек, объединила всех. Сюда приходят и официальные делегации, и простые граждане. Несут корзины с цветами и бумажные самолётики. А в Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково, настоящая гора цветов и нескрываемые слёзы. Накануне вечером люди вышли и на Дворцовую площадь, помянуть тех, кто так и не вернулся с неба. Слёзы наворачиваются, конечно, очень жалко всех. В Египте сегодня продолжает работу российская МЧС. Специалисты осматривают место падения лайнера, ищут фрагменты самолёта и останки тел. В Россию продолжают вывозить погибших и найденные личные вещи. Этот траурный рейс будет летать каждый день, пока не перевезут всех. Первые жертвы уже на родине. Их родственники прибыли на опознание. Причины крушения до сих пор неизвестны. Представители авиакомпании сегодня выдвинули свою версию. Трагедия произошла из-за внешнего воздействия на самолёт. Нет таких отказов. Отказы двигателя, отказы систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолёт разрушился воздухом. Это может закончиться катастрофой. Но самолёт в этом случае разрушился в момент удара о землю. В воздухе самолёт разрушится. От каких-либо отказов не может. Независимые эксперты выдвигают две версии. Отказ двигателя или теракт. Небольшого количества взрывчатого вещества было бы достаточно для разгерметизации самолёта, которое на такой высоте фатально. Впрочем, и остановка двигателя вкупе с предыдущими повреждениями фюзеляжа могла привести к трагедии. Пропадает тяга двигателя. Самолёт асимметрично начинает разворачиваться. Успевает экипаж или нет. И в это время на хвост большая динамическая нагрузка. Если хвост этот ещё был повреждён, он вполне может отвалиться. Эксперты убеждены, проблема не в одном лайнере и даже не в одной компании. В системе парламентарии уже планируют создать специальную комиссию, чтобы проверить все самолёты старше 15 лет. А кроме того, возможно, сократить число авиакомпаний, работающих в стране. Большое количество мелких компаний, которые сегодня у нас в стране существуют, они в силу своей слабости экономической не в состоянии закупать новые самолёты, не в состоянии обеспечивать тот уровень технической безопасности, который требуется. А простые граждане, привыкшие к дешёвым чартерам и старым самолётам, после этой трагедии по-новому взглянули на безопасность авиаперелётов. Мы в этом году летали как раз на Родос, Грецию, и возвращались таким же чартерным самолётом. В сентябре это было. И я не знаю, как мы сели. Я думаю, чудом. Саболёт трясло, буквально чуть крылья не отваливались. Но надёжность должна быть для всех одинаковой. Да, она должна быть всегда. Зависимо от маленькой или государственной компании. И от цены билета тоже. Причину трагедии, вероятно, назовут. В ближайшее время, скорее всего, найдут и виновных. Только вот масштабные проверки и извечные русские вопросы, кто виноват и что делать, возникают тогда, когда сотни человеческих жизней уже не вернуть. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва. Поддержку россиянам в связи с авиакатастрофой выражают по всему миру. Помимо официальных соболезнований от глав государств, цветы и свечи к дипломатическим представительствам России несут рядовые жители множества стран. Свечи накануне зажглись у стен российских посольств в Италии и Мексике, Германии и Турции, Украине и Армении, Франции и Беларуси. Соболезнования от лица американского народа российскому выразил госсекретарь США Джон Керри. В Нью-Йорке рукотворный мемориал возник у входа Генеральное консульство Российской Федерации, оно расположено в северной части Манхэттена. Сюда уже третий день приносят цветы, свечи и мягкие игрушки. На борту аэробуса 321 находились 25 детей. Принести соболезнования. Это авиакатастрофа, трагедия для всей России и для всех россиян, независимо где мы находимся сейчас. Сегодня впервые за двое суток, прошедших с момента падения российского аэробуса в Египте, соболезнования семьям погибших, выразил президент Путин. Сделано это в ходе рабочей встречи с министром транспорта. Прежде чем мы начнем обсуждать вопросы, связанные с работой на месте катастрофы, хочу еще раз выразить свои соболезнования близким, родственникам погибших. Это огромная трагедия. И, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами. Хочу поблагодарить петербуржцев за такую реакцию, которую видит вся страна, всех жителей России, за слова соболезнования и за сопереживания. В такие трагедии и в такие часы, безусловно, очень важно чувствовать в плечо близких людей сопереживание всей страны по поводу этой ужасной катастрофы. Первая группа американского спецназа, которая отправится в Сирию для борьбы с террористами исламского государства, скорее всего, будет базироваться на севере страны. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на источники в Пентагоне. Сегодня же Министерство обороны США рассказало о дальнейших планах помощи сирийской оппозиции, подчеркнув, что непосредственно в бой с боевиками ИГИЛ американские военные вступать не будут. Больше подробностей о военном присутствии США в Сирии мы рассчитываем узнать у моего коллеги Евгения Маслова. Он присоединяется к нам в эфире. Евгений, приветствую. Что известно о планах Пентагона? Вам слово. Приветствую, Лиза. То, что, скорее всего, американские военнослужащие отправятся в первую очередь на помощь военизированным отрядам курдов на севере Сирии, сегодня подтвердил глава Пентагона во время общения с журналистами в Южной Корее. Картер посещает там демилитаризованную зону на границе Северной Кореи. Он дал понять, что курдам необходимо помочь в их стремлении вытеснить из северных районов Сирии боевиков исламского государства. Речь по-прежнему идет о количестве военнослужащих не более 50 человек. Но теперь к этим цифрам, в том числе и в Соединенных Штатах, относятся с сомнением, поскольку раньше Белый Дум говорил о том, что в Сирии не будет американских военных вообще. Официально пока известно о размещении небольшого контингента сил специальных операций Соединенных Штатов, которые на месте должны координировать действия сирийской оппозиции. США также планируют отправить дополнительные истребители, штурмовые самолеты на базу в Турции. Американские военные таким образом пытаются увеличить эффективность действий международной коалиции в Сирии. В Дамаске сегодня с визитом находится представительная делегация Организации Объединенных Наций. Ее глава признал, что в переговорном процессе по регулированию в Сирии должен непременно участвовать и официальный Дамаск, и, конечно же, представители оппозиции. Мы обсуждаем аспекты переговоров в Вене. Сирийское правительство там не присутствовало, равно как не присутствовали представители сирийской оппозиции. Я думаю, крайне важно, чтобы все сирийцы, все вовлеченные в конфликт стороны, принимали участие в диалоге. Мой долг обеспечить это, и это то, чем я занимаюсь. В Москве тем временем сегодня военные отчитались об очередных авиаударах по позициям боевиков ИГИЛ. Согласно данным Российского министерства обороны, за минувшие сутки был выполнен 131 боевой вылет, в ходе которых были поражены 237 целей, в том числе близ Лепа и Дамаска. В западных источниках сегодня появилась информация о том, что российская авиация носила удары, в том числе по позициям экстремистской группировки Исламского государства и в районе города Пальмира в Сирии. Но масштабы разрушений с точностью пока сложно установить. Пентагон дает понять, что увеличивает количество авиаударов по позициям ИГИЛ. Он намеренно это сделал в ближайшее время. Но в целом новый подход Соединенных Штатов, по словам Картера, будет заключаться в том, чтобы работать с лидерами тех групп, которые уже воюют против террористов на земле, давать им оружие и проводить военную подготовку. Лиза. Спасибо, Женя. Евгений Маслов с подробностями плана Пентагона о действиях американского спецназа в Сирии. Встать на новый шелковый путь предлагает Средней Азии Соединенные Штаты. Речь идет о проекте торгового сотрудничества, который позволит Среднеазиатским республикам выйти на мировые рынки в обход Китая. О развитии региона экономическом и политическом лидерам пяти стран рассказал госсекретарь США Джон Керри. В понедельник Керри принимали в Астане, куда он прибыл из узбекского Самарканда. Ранее госсекретарь США посетил Кыргызстан, а далее отправился в Таджикистан и Туркменистан. На встрече со своими коллегами из Среднеазиатских республик глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что инициатива нового шелкового пути предусматривает создание сети торговых и транспортных коридоров, которые будут связывать Среднюю и Юго-Восточную Азию через Афганистан. По мнению экономистов, американский план может стать альтернативой кремлевского проекта Евразийского экономического союза, в который пока входит пять бывших советских республик. Но, как отметил Джон Керри, цитата, дружба с одной стороной, не должна умалять возможность дружбы с другой стороной. Госсекретарь США напомнил, что каждое государство имеет право на самоопределение. Я только что от президента Назарбаева. Мы прекрасно побеседовали. Мы говорили о том, что трансформация от тоталитарной системы после бывшего Советского Союза — это весьма необычный путь. Президент Назарбаев в 1991 году сказал, что все дороги ведут в Москву, в Россию. И ничего не вело в другие страны. Но сейчас ситуация меняется. Хотя, конечно, еще многое нужно изменить, много над чем поработать. Это и процветание демократии, возможность задействовать больше людей в демократических процессах. Но сдвиги уже заметны. Вы смотрите новости на канале Артевиа и далее в выпуске. Новый день, новые теракты. В Израиле сегодня зафиксировано еще пять нападений с применением холодного оружия в Нитане, Решен-Лиционе и на Западном берегу. А также повышенная туманность Альбиона на Великобританию опустился один из самых густых в истории острова Туманов. Все это через пару минут на канале Артевиа. Оставайтесь с нами.